всем большой привет к сожалению в этом году летом и совершенно не лето поэтому утепляемся в такие теплые толстовки из утра 3 нитки с начесом и вчера stories я проводил опрос нужен ли урок по построению такой толстовочки толстовка свободного кроя очень классно смотрится и 96 процентов проголосовали что такой урок нужен я еще отошью несколько моделей немножечко изменю свободное облегание чтобы вам показать как разном объеме и скорее всего уже выложу наверное воскресенье или в понедельник ну что друзья хочу вам показать толстовку на столе поближе не немножко я уже ее пару дней успела поносить потому что у нас очень холодно 10-13 градусов всего на улице и поэтому такая толстовка отличное спасение такую холодную погоду как уже сказала из трех нитки с начесом очень хорошо держит свою форму и вот эта выкройка которую будем строить мы с вами дальше видео она рассчитана на футер 3 нитку с начесом для футера с лайкрой прибавки нужны меньше прибавки на свободное облегание вот хочу вам показать поближе капюшон здесь вот такой нахлёст собирала на оверлоке плечо немножко спущено на 3 сантиметра я его удлинила бабка по груди здесь 20 сантиметров то же самое и по бедрам прибавка по бедрам тоже 20 сантиметров чтобы толстовка была довольно таки свободная и поэтому видите так как у меня бедра шире чем грудь на 9 сантиметров в боковом шве книзу у меня она немного расширяется вы можете по бедрам сделать прибавку поменьше если вы не хотите чтобы она была такой свободной можете взять прибавку не допустим 20 сантиметров а сантиметров 10-13 то есть у вас она не будет такой широкой меня отделка из рябаны с лайкрой в тон по низу также нижняя планка из рябаны я ее не делала сильно узкой чтобы она не стягивала она практически сделана по ширине низа по моему с коэффициентом 0,9 может быть 0,85 я точно не помню это 0809 такая толстовочка у меня получилось ее я краила прямо на ткани и сейчас я вам покажу построение на бумаге чтобы вы все могли построить по своим меркам и шить точно такую же толстовку для кого-то конечно это может быть и мешок что некоторые уже высказали свое мнение что похоже такая толстовка на мешок но я считаю что получилось очень классная стильная вещица и нисколько и не широкая несмотря на то что здесь достаточно большая прибавка на свободное облегание по груди и по бедрам толстовка не смотрится громоздкой на мой взгляд потому что есть сейчас вещи и гораздо более широкие в общем то на вкус и цвет как говорится носите то что вам нравится никогда не слушайте мнение других пусть те кто критикует вас пусть носят то что нравится им выносите то что нравится вам все мы люди разные нам не может нравиться одно и то же те кому не интересно вас ведь здесь никто не держит вы можете смело идти на другие каналы и искать то что нравится вам портить нам настроение и называть наши вещи мешками я думаю вам право никто не давал поэтому давайте будем уважать друг друга не будем такими злыми будем добрее ну что давайте приступать построению выкройки и так друзья что нам нужно нам нужен большой лист бумаги вы можете использовать миллиметровку допустим если будете строить впервые также нам нужно снять мерки вообще пошаговое построение есть в моей книге то есть кто еще не приобрел книгу можете ее купить потому что здесь очень подробное пошаговое построение с картинками отдельно на женскую основу трикотажную отдельно на детскую и отдельно на мужскую потому что построение немножко отличается также здесь есть построение капюшоном который нам нужен для этой толстовки те нам нужны мерки первое это окружность шеи в принципе вы можете даже найти в любое видео в интернете как снять мерки это уже вообще все просто я потом как-нибудь отдельно видео сделал как снять мерки меня это 36 сантиметров сразу одну вторую 18 и прибавка на свободное облегание моей толстовки будет плюс 2 сантиметра это именно для свободного кроя плюс 2 и наша мерка получается 20 давайте вот так 20 это у нас вот одна вторая будет с прибавкой 20 сантиметров дальше нужен окружность груди в моем случае 90 1 2 45 все прибавки которые здесь в книге они идут к полу окружности окружность груди 90 1 2 45 я хочу сделать прибавку 20 значит к полу окружности мне нужно добавить 10 половине мерки добавляем и 10 и наша мерка получается 55 дальше по сути окружность талии нам тут не нужно я вам просто покажу все равно может кто-то захочет сделать допустим немножечко приталенную толстовку значит окружность талии 77 сантиметров одна вторая 38 с половиной уже плюс 10 у нас будет 48 с половиной обхват бедер 99 1 2 49 с половиной сантиметров дальше нам нужна длина плеча у меня длина плеча 13 сантиметров я делаю при бабочку здесь чуть-чуть спущенное плечо будет совсем немножко сделал прибавку 3 сантиметра у меня получается 16 сантиметров 16 сантиметров это у нас прибавка все что это плюсики это прибавки без прибавок мы строим изделие по фигуре нам нужно измерить длину спины до талии не забываем наталью завязать какой-то шнурочек и от 7 шейного позвонка снимаем эту мерку у меня это 37 сантиметров мне измерял муж и я надеюсь правильно я не могу на себе проверить то есть мне нужно кого-то попросить кто умеет снимать мерки правильно к этой мерке делаем прибавку сделаем один сантиметр один сантиметр получаем 38 сантиметров нам нужна длина изделия можно измерить сначала для общую длину изделия то есть вместе с обтачками точнее с нижними планками вместе с манжетами измеряйте полностью и длину изделия и длину рукава потом мы уже с вами из общей длины вычтем длину нижней планки который будем делать из рябаны и вычтем длину для манжет ну допустим 60 сантиметров я уже не помню какую я делаю толстовки по моему 60 я делала это такая немножко удлинена толстовка получается для футболки допустим я делал 55 сантиметров здесь я взяла 60 мерям тоже от 7 шейного позвонка и вниз до желаемой длины читак ширина спины у меня 35 тоже измерял муж честно говоря не знаю надеюсь что правильно сразу одну вторую 17 с половиной и к ширине спины обязательно делаем прибавку то есть для среднего объема толстовки можно сделать сантиметра полтора здесь я делаю прибавку два сантиметра так делаем два сантиметра и у нас получается девятнадцать с половиной сантиметров девятнадцать с половиной это будет мерка ширина спины обязательно делаем добавки потому что у нас и прибавка и по груди и везде делаем при бабочки и тут мы тоже должны обязательно сделать чтобы у нас в этом месте в груди вот в плечах чтобы хорошо сидела толстовочка ширина груди училась 36 сантиметров одна вторая 18 по груди я делаю прибавку уже поменьше полтора сантиметра и у нас получается девятнадцать с половиной сантиметров ведь у нас получилось одинаково у вас конечно может быть получится по-другому у меня ведь и разница сантиметр и получилось что мерки совпали но у вас может быть по-другому они не обязательно должны быть равны нам нужно измерить глубину проймы и ширину проймы глубина проймы в принципе высота пройма это это же самое высота проймы у меня 18 сантиметров я добавляю к этой мерке 3 сантиметра 3-4 сантиметра для свободного кроя этого вполне достаточно для оверсайз конечно можно добавлять еще больше то есть еще ниже пройму опускать и у меня получится 21 сантиметр 21 дальше измерили глубину проймы из меня обязательно ширину проймы 11 с половиной сантиметров тут я никаких прибавок не делаю дальше окружность плеча вот этот очень много мне написали вопросов директ в контакте писали здесь тоже этого момента у меня нет окружность плеча что у нас вот плечо у нас вот здесь мы измеряем длину плеча вот до 12 вот длина плеча ну вот наше плечо вот она если от этой точки до локтя это все считается у нас плечо это предплечье и вот самую широкую часть в этом месте этот бицепс как его назвать измеряем окружность этого места у меня окружность плеча 29 сантиметров к этой мерке я сделаю прибавку 10 для свободного кроя минимум 10 меньше уже будет некомфортно особенно в трех нитке это еще раз повторюсь на трех нитку с начосом с такими прибавками футер с лайкрой будет смотреться уже как оверсайз поэтому прибавки нужно немножечко уменьшать но я думаю что по футуру с лайкрой мы потом с вами сделаем немножко другого модели там уже прибавках я расскажу отдельно для длинного рукава окружность запястья вот она у нас видите вот допустим на мне толстовка малого объема здесь прибавка маленькая так окружность запястья у меня 16 сантиметров меня на толстовке сделан тоже 10 и за счет вот этой вот резинки уже она скорректируется ширина меня же такая свободная толстовочка от длина рукава осталось у нас одномерка вот у нас плечо от высшей точки плеча мы измеряем плечо вот у нас до сюда я сделала плюс сейчас скажу плюс 3 вот плюс 3 вот у нас до сюда получилось допустим и вот от этой точки измеряем длину рукава вдоль руки локоть можно немножко присогнуть и измеряем длину у меня 60 сантиметров по моему это я немножечко переспустила то есть чуть-чуть добавила чтобы у меня такие рукава были не короткие вот как на это вот это покупная видите рукава короткие что был небольшой напуск 60 сантиметров допустим вы измерили до запястья добавьте ну два три сантиметра что все таки это трех нитка вот 60 сантиметров первая окружность шеи окружность шеи мерку снимают вокруг шеи вокруг по ее основанию до середины вот этой шейные выемки до еремной впадины снимаю мерку окружности груди мерку снимает по наиболее выпуклым точкам груди и лопаток то есть ленту держим ровно горизонтально никуда не уводим окружность талии эту мерку снимают по самой узкой линии фигуры также ленту проводим горизонтально никуда ее вверх вниз не смещаем окружность бедер мерку снимаю по саму выпуклым местным бедер по длину плеча я уже говорила мерку снимает от основания шеи до крайней точки плеча то есть . сочленение плеча с рукой где у нас начинается рука вот до этого места отмечаем у нас здесь немножко плечо заниженное плюс 3 сантиметра не забываем это измеряем мерку длину плеча как есть а уже потом прибавку напишем отдельно длину спины до талии повязали шнурочек наталья как я вам говорила и от 7 шейного позвонка вниз вертикально опускаем линию и измеряем это расстояние от 7 шейного позвонка до талии ширину спины снимают горизонтально по выпрямленной спине через центр лопаток ширина спины как снимается ширина груди не знаю видно ли вам вот видите тоже от подмышки до подмышки вот так над грудью не через грудь а над грудью вот тоже видно глубина проймы еще раз повторюсь подмышку заводим такую полоску бумаги шириной примерно 3-4 сантиметра отгибаем на спинку ее держим ее горизонтально и от 7 шейного позвонка вниз опускаемся до этой полоски это у нас с вами будет глубина проймы ширину проймы измеряем под рукой это то есть это расстояние между передним и задними углами подмышечной впадины вот у нас здесь впереди где подмышка начинается и сзади это у нас будет ширина проймы не забываем что ленту заводим под руку окружность плеча вокруг руки по самому широкому месту вот у нас бицепс если есть у кого-то в час и питали мой рук вот вот я измеряю вот здесь сделают самая широкая часть примерно в середине середина вот этого по плечу вот в этом месте измеряем окружность вокруг руки обхват запястья на уровне запястья и длину рукава можно измерить в нашем случае как говорила вот длина плеча 3 сантиметрика добавили и через руку полуокружность шеи есть вот эта мерочка нам нужно разделить на 3 как это будет 1 3 полуокружности шеи 666 не давайте сделаем 6 и 7 вот эту часть уже с прибавкой нужно 1 4 55 делим так это у нас полуокват нам нужен нужно 1 4 делим на 2 27 с половиной это нам нужно вот эта мерочка в конце то же самое стали и с бедрами нам нужно вот этот берем этот угол начинаем не сверху отступ отступлю в сторону и опущусь вниз сантиметров на 6 первая мерка это у нас длина изделия отложили длину изделия дальше нам нужно отложить высоту проймы который мы с вами измеряли по спинке у нас высота проймы глубина проймы мы уже сказали одно и то же откладываем 21 сантиметр вот отложили это у нас глубина проймы давайте отметим здесь так это у нас 7 шейный позвонок это просто для себя дальше нам нужно отложить длину спины до талии измеряли мы с вами от 7 шейного позвонка до талии у нас точнее не у нас у меня это 38 сантиметров отмерили это длина спины до талии нам нужно прочертить горизонтальная линия этим горизонтальным линиям по четырем линиям нам нужно отложить одну вторую окружности груди это у нас смотрим мерки с прибавкой 1 2 окружности с прибавкой 55 сантиметров дальше мы будем приступать к построению спинки вот этой стороны у нас спинка здесь у нас будет передняя часть по линии глубины проймы нам нужно разделить эту линию пополам но спинка у нас будет немножко меньше передняя часть побольше то есть нам нужен нам нужно заложить баланс обязательно 1 2 полу обхвата груди минус один сантиметр вот наш полуобхват был груди 55 1 4 27 с половиной нам нужен минус один получается 27 с половиной минус один 26 с половиной сантиметров откладываем по линии глубины проймы 26 с половиной вот наша мерка и от этой точки которую мы с вами поставили вниз вертикаль вот этой линии глубины проймы от крайней правой точки влево нам нужно отложить одну вторую ширины спины так вот наша ширина спины с прибавкой было мы же делали прибавку с прибавкой 19 с половиной сантиметра так вот 19 с половиной поставили это у нас 1 2 ширины спины и вверх подняли вертикальную линию от этой точки до самой верхней линии дальше по верхней линии одну треть полу окружности шеи нам нужно отложить от верхней правой точки влево вот наша была полуокружность 20 нам нужно одна третья полу окружности у нас 16 целых семь десятых сантиметра поставили точку дальше вверх от этой точки откладываем 2 сантиметра 2 сантиметра отложили вот по этой линии который у нас отмечена ширина спины да вот это ширина спины вот на этом отрезке вниз откладываем также 2 сантиметра так 2 сантиметра отложили и соединяем эти две точки соединили и по этой линии откладываем длину плеча моем случае с прибавкой это 16 сантиметров поэтому я просто продляют линию так и вот моя . ставим . здесь у нас 16 сантиметров с прибавкой вот этот угол делим пополам в этой линии от угла к верху откладываем 3 сантиметра ставим точку тут и 3 сантиметра отложили и теперь нам нужно оформить линию проймы если у вас есть лекала берите лекала то есть мы через должны соединить вот это вот где у нас ширина спины спирит не забываем что у нас тут с прибавкой так ведь вот эту точку эту точку и эту мы должны соединить вместе не соединяем вот так а через эту линию примерно то есть прям касаемся слегка здесь тоже оформляем плавной линии это у нас получилась пройма со стороны спинки дальше нам нужно оформить линию горловины мы откладываем от нашего ростка вниз 1 сантиметр 1 и оформляем линию горловины также плавной линии со дня вот эту вот высшую точку плеча с получилась вот плечо здесь и вот так вот такой в плавной вогнутой линии оформили это у нас будет голове на спинке линии где у нас длина изделия нам нужно отложить одну вторую по окружности бедер минус один сантиметр 29 75 минус 1 28 75 видите у нас получается сюда уходит на эту часть ничего страшного я вот в этой своей толстовки так и сделал меня раз перепад ты куба и по бедрам большой я вот так вот сделал отметили то есть кто хочет приталить допустим смотрите я вам сейчас покажу 1 4 полу обхвата минус 1 2325 вы смотрите что получается 2325 вот здесь это отметка это уже с прибавками нашими то есть вот по идее вот если нам соединять витально вот что получается совсем не хорошо поэтому мы здесь линию талии просто учитывать не будем этой модели и вот у нас получается линия бока вот она идет спинка полностью готова теперь нам нужно построить переднюю часть на самом деле по книге вам будет очень очень просто все это делает эта книга на виду то есть берете прям по книге свои мерки только подставляете и все так переходим к построению передней части по линии глубина проймы нам нужно отложить одну вторую ширины груди у нас 36 сантиметров с прибавкой полтора так 19 с половиной 19 с половиной сантиметров вверх от этой точки до верхней линии вертикально вертикальную линию провели верхней линии тут у нас левый верхний угол откладываем одну треть полу окружности шеи у нас 6 целых 7 десятых плюс 05 это у нас будет 7 целых две десятых здесь плюс пол сантиметра к мерке к одной третьей полу окружности шеи плюс 057 целых две десятых дальше от этой точки вверх откладываем 3 сантиметра от этой точки вниз мы откладываем также 3 сантиметра здесь по спинке мы откладывали два сантиметра не забываем 2 табло 22 здесь у нас 33 сантиметра теперь соединяем эти две точки продляем линию так как у нас с вами вот плечо немножко удлиненное и откладываем мерку длины плеча так у нас это 16 сантиметров отложили поставили точку 16 тут 16 и тут 16 несмотря на то что тут ведь разный скос плеча здесь вот такой более такой сильные два сантиметра два три и три сантиметра этот угол снова рисуем бисектрису и здесь уже откладываем два с половиной сантиметра здесь у нас было 3 сантиметра по спинке здесь откладываем два сантиметра он два с половиной два с половиной и снова оформляем плавной линии линию пройма у нас пройма такая более более вогнутая на передней части чем на спинке от верхнего левого угла вниз откладываем примерно 7-10 сантиметров я делаю сантиметров 8 8 сантиметров отложили и вот эту вот точку соединяем с линии горловины на глаз такая вот чтобы быть красивая вогнутая линия соединили это у нас под горловина переда и осталось нам здесь снова отложить по линии бедер талию не трогаем получается мы откладываем одну вторую полу окружности бедер плюс один сантиметр и соединяем низ проймы с этой точкой вот у нас получилась спинка вот линия эта часть спинки это перед так смотрите я обвела отдельно синим переднюю часть отдельно зеленым вот видите у нас сюда пошло линия боковой шов в спинке сюда от передней части по углам снизу я видите сделал небольшое такое вот скругление здесь боковом шве я сделал прямой угол здесь и здесь просто берем прикладываем линейку так боковому шву вот так до пересечения с линии низа проводим линии потом делаем и такого более закругленной и то же самое здесь здесь можно даже более плавную линию вот так вывести так это у нас вниз в принципе все готово сейчас будем строить рукав и строить капюшон смотрите чтобы нам вырезать детали просто так вот берем зигзаг зигзагом соединяем эти линии до самого верха и так будем вырезать сейчас покажу на своих деталях они были вместе у нас видите я их выписала вот это линия бока по передней части и по спинке то есть нам не надо жить далее переносить просто так можно вырезать с зигзагом и все готовы спинка передняя часть далее будем строить рукав для того чтобы построить рукав нам нужно измерить длину проймы измеряем ее полностью ставим ленту на ребро 22 получается длина проймы общая 24 плюс 22 плюс 22 у нас получается 46 сантиметров и пока вот эту часть мы с вами убираем у нас с вами есть мерка окружность плеча с прибавкой 10 сантиметров получается у нас с вами 39 сантиметров это больше на рукава сверху и мы с вами откладываем с вами чертим горизонтальную линию сверху отложите сантиметров 20 начертили горизонталь и отложили 39 сантиметров эту мерку сразу нам нужно поделить пополам половина это 19 с половиной откладываем 19 с половиной от этой точки под прямым углом чертим вертикаль вот у нас окружность плеча плюс прибавка на свободное облегание плюс 10 сантиметров прибавка начертили линию отложили нашу мерку поделили пополам и от этой точки к верху начертили вертикальную линию у нас с вами есть мерка длина проймы у нас получилось длина проймы 46 делим ее на 2 вас получается 23 сантиметра вот эти две крайние точки по горизонтальной линии нужно соединить с нашей вертикалью для этого берем линейку начало линейки прикладываем к крайней точке и соединяем с вертикалью таким образом чтобы у нас отрезок этот получился 23 сантиметра соединили здесь у нас 1 2 длина длина проймы вот таким образом с другой стороны тоже самое у нас тоже должно получиться 23 сейчас каждый участок поделим на четыре равной части то есть делим пополам и еще раз пополам с этой стороны то есть вот этот на переднюю часть рукава это у нас детали эта сторона пойдет на спинку для передней части вниз вот на этом участке на нижнем вниз под прямым углом опускаем линию откладываем по этой линии одну целую две десятых сантиметра 1,2 сантиметра на верхнем участке под прямым углом чертим линию к верху уже откладываем 0707 1 и 2 на второй стороне к низу со стороны спинки 0505 и все линии соединяем вверх у нас для головка рукава выпуклая вот такая линия здесь вогнута смотрите можно взять лекала такими вот плавными линиями вот мы с вами оформили вот мы с вами оформили линию оката рукава теперь откладываем от верхней точки вниз длину рукава у меня это допустим 60 и учетили горизонтальную линию по этой линии откладываем вправо и влево одну вторую окружности запястья это уже с прибавкой так значит у нас 26 делим на 2 13 по 13 сантиметров по 13 и соединяем точки рукав готов это у нас рукав если мы просто делаем допустим в подгибку нам не забываем что мы добавляем припуски если вы захотите сделать подгибку вот вы добавили припуски нам нужно отразить эту линию допустим не хотим взять перепуск на шов два сантиметра припуск на подгибку значит мы отражаем низ это допустим по рукаву если мы хотим с вами добавить манжету вот такую укорачиваем не на ширину манжеты а уже с напуском небольшим должно быть допустим на три сантиметра укоротили рукав эту часть убрали отрезали ее измерили низ 26 сантиметров у нас да получается допустим ширина рукава по низу 26 сантиметров эту мерочку 26 умножаем на ноль целых восемь десятых и у нас будет длина прямоугольника для манжета 20,8 я вам показать вот возьму сейчас листочек и делаем детали для манжеты вот 20,8 высоту уже вот допустим смотрите здесь 4 сантиметра в готовом виде значит это 8 сантиметров я делаю пошире 5 вот у нас вот такой прямоугольник прямоугольник 10 на 20 целых восемь десятых ну допустим середина вот допустим середина это у нас из рябаны с лайкры то есть можно с манжета будет сложена пополам самое делать будем с низом толстовки убираем сантиметра 3-4 сделаем тоже по низу получается низ толстовки умножаем на 0,8 0,9 по-моему я там вот 0,85 сделано чтобы она сильно манжета нижняя не стягивала ни с толстовки и в принципе все вот это получается наш рукав многие спрашивали иногда вот такая получается очень завышенная головка в изделиях с малым объемом так и должно быть чем шире ваш рукав тем головка рукава будет ниже это нужно обязательно учитывать не пугаться что когда мы строим облегающую футболку что у нас вот такая вот высокая головка получается вот такая вот примерно в этом ничего страшного нет все так и должно быть пробуйте стройте возьмите построите несколько своих основ с разными прибавками на свободное плекание вы сравните отшейте самых каких-то дешевых трикотажей посмотрите посадку и определитесь уже с тем объемом который вам нужен осталось нам только построить деталь для капюшона для толстовки вот мы построили с вами сейчас мы измерим длину горловины и посмотрим достаточно ли нам этом 7 из получаться спинга 7 плюс 7 14 и по переду измерим где-то 14 с половиной плюс 14 с половиной 29 у нас получается 14 плюс 29 43 ну где-нибудь для капюшона допустим если обхватывать головы тут примерно 55 допустим обхват головы вот у меня 53 ладно я убираю сантиметров 5 минус 5 48 вот у нас 43 горловина для просто для обтачки допустим под бейку для в бейку из дерева ну вот делать обтачку нам тоже нужно срезать допустим если вы будете делать свитшот и у вас будет бейка допустим сколько в готовом виде она у нас два сантиметра до два сантиметра мы горловину срезаем углубляем на два сантиметра здесь и здесь два это если мы делаем обрабатываем горловину бейкой из рибана или из кашкарса то же самое делаем здесь по переду тоже 22 убираем у нас будет капюшон поэтому я просто чуть-чуть расширяю головину буквально здесь на 1 сантиметр вот так вот и к низу я не углубляю я только ее расширяю со стороны плеча то же самое здесь расширяю на 11 полтора давайте на 2 на 2 сантиметра в общем немножко так вот верши чуть-чуть наверное углубим на пол сантиметре к здесь не будем по спинке шире стал девять с половиной получается уже девять с половиной множество тут уже смотрите 19 плюс 29 уже вот 48 здесь значит опустили на 2 сделали чуть-чуть паш поглубже со стороны плеча и здесь на 2 он идет после мужской толстовки после свитшотов так как построить выкройку капюшона для трикотажного изделия страница 103 что нам нужно мы с вами измерили длину горловины у нас 48 сантиметров длина горловины 48 сантиметров также нам нужна высота капюшона измеряем и и таким вот образом смотрите вот у нас есть еремная впадина измеряем от еремной впадины через голову так вокруг головы так 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 пошли и закончили в этой же точке эта мерка высота капюшона так 72 эту мерку делим на 2 36 36 сантиметров но смотрите этот капюшон будет садиться ровно по голове если вы хотите более такой свободный капюшон допустим выносите шапку либо бейсболку и немножечко нужно посвободнее добавьте немножко ну давайте к 72 допустим добавим сантиметра 3 или 4 на 4 и будет у нас тогда 76 не уже ее делим на 2 38 возьмем немножко раз у нас свободная толстовка давайте сделаем тоже капюшон немножко посвободнее на моей розовой толстовки капюшон сделан вот ровно по этой мерочке и если я капюшон одеваю просто на голову вообще сидит все отлично очень хорошо прикрывают ушки ничего вообще не задувает берем нашу мерку высоту капюшона зеленую на 2 38 откладываем 38 мне как раз тут вообще все впритык практически получился чертим вертикальную линию и 38 сантиметров то есть высота капюшона зеленая на 238 дальше от нижней точки сверху откладываем 6 сантиметров по трем точкам верхняя вот это вот вторая точка и по нижней чертим горизонтальной линии берем нашу мерку длины горловины 48 делим на 2 получаем 24 сантиметра то половина длины горловины эту нижнюю точку слева нам нужно соединить с нашей 2 от низа линии таким вот образом смотрите снова прикладываем линеечку и ведем до пересечения с линией чтобы у нас получилось 24 сантиметра проводим линию но 24 по этой линии 24 то есть одна вторая длины горловины соединили этот участок делим пополам и еще раз делим пополам каждый участок теперь смотрите на первом участке который у нас пониже это . в середине вниз под прямым углом чертим линию и откладываем 1 сантиметр 1 на втором участке кверху тоже под прямым углом пол сантиметра 1 0 5 и теперь оформляем эту вот линию притачивания капюшона в горловине плавной линией здесь у нас будет вот такая линия вогнутая внизу соединили с серединкой здесь вот такая выпуклая линия соединили вот эту точку теперь соединяем с верхней горизонтали прямая линия под прямым углом соединили и теперь нам нужно оформить плавной линии вот эту часть здесь у нас должен остаться прямой угол прямой так немножко поднялись и пошли рисуем такой плавной линии вот эту точку здесь тоже оставляем прямой угол и примерно вот отсюда вот сантиметров на на 10 такая прямая линия и соединяем тут прямо тут тоже можно так тоже побольше вот три с половиной допустим здесь самое широкое место три с половиной сантиметра это капюшон у нас получился ровно до середины горловины переда мы сейчас можем с вами допустим добавить припуск допустим сантиметра 32 кому как нравится здесь просто вот прямая здесь эта часть должна зеркально отобразить эту принципе тут практически по прямой добавили это допустим у нас просто подгибка вот этой части капюшона подогнули от строчили если делаем на подкладке то точно такая же деталь то припуски на швы везде по 05 если мы соединяем детали на волоке везде идут припуски по 05 можете кстати сразу детали вырезать с припусками так будет удобнее сразу раскроили и все капюшон здесь спереди с таким нахлёстом что мы делаем вот эту линию можно кстати сейчас вырезать давайте я вырежу чтобы было удобнее вниз вырежу вот так сложу по этой линии где у нас серединка просто вот так вот лишний отрезал зеркально отображаем эту часть можете этот нахлёст вот этот вот сделать допустим сантиметров 10 можно сделать сантиметров 5 всего у меня здесь вот допустим 8 сантиметров и чтобы вот этот вот нахлёст чтобы он хорошенько закрывал горловину можно вот так просто кто-то вот так вот делает у меня на толстовке сделано соединяем эту точку и я подогнулась здесь вот строча на спешивалке поэтому меня здесь тоже здесь немножко идет вот так сторону потому что здесь сколько здесь у меня сантиметра 2 наверно припуск сделан и вот так вот я рисую немножко не хватает так вот так вот подгибаем и потрачено на распрошивалке здесь об этом есть книги вот как раз здесь видите у меня вот тюмошки я делала вот так не сильно нахлёст тоже зеркально отображает вот эту часть на толстовке на свои розовые у меня вы здесь посильнее сделано вот так если будете делать на подкладке то точно такие же детали выкраиваете по деталям вверхом просто уже их соединяете вместе так дальше смотрите можно сделать здесь вот такую стоечку берете капюшон вот эту часть вот которым мы с вами построили так вот в сторону немножечко отводите здесь у нас получается сгиб вот оформляйте новую линию вот эту вверх эту линию нового оформляйте высоту делом уже от размера 7 10 сантиметров можно сделать больше на взрослых кто-то делать сантиметров 15 прям знаете такие высокие мне кажется оптимально сантиметров 10 12 для взрослых для детей 7 9 сантиметров достаточно вот это высота стойки это стойка это про можно сделать просто обычный капюшон вот так вот будут сходиться он вот будет две части капюшона будут сходиться по центру горловины переда принципе и все у нас такая выкройка толстовки получается пошивки а показывать не буду в этом видео потому что и так видео получается просто огромный у нас получается капюшон такие две детали выкраиваем когда будем их сшивать вместе получается совмещаем эту метку это у нас середина горловины переда в нахлёст две детали складываем вот эти две метки совмещаем то есть у нас вот так вот детали пойдут так нахлёст друг на друга ну что же на сегодня у меня все я надеюсь это видео станет для вас полезным стройте выкройки такой толстовки шейте толстовки делитесь вашими работами социальных сетях отмечайте нас в инстаграме если вам это видео понравилось то ставьте лайки подписывайтесь на канал не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропускать новые видео всех люблю всех целую всем пока пока